Всем привет! В этом видео поговорим о том, что лидеры G7 перехитрили сами себя, отказавшись от покупки российского золота. Лидеры Большой Семерки торжественно заявили, что откажутся от покупки российского золота и лишат нашу страну существенной часть ее доходов. Однако это не так. Последствия принятого решения разочаруют коллективный Запад. Новые санкции не окажут сколь-либо значимого влияния на Россию и могут привести к росту цен на драгоценные металлы во всем мире. Первое, что необходимо отметить, коллективный Запад уже и так еще с начала марта месяца не покупает российское золото. Произошло это по причине отмены Лондонской ассоциации драгоценных металлов международной сертификации российских золотых слитков. Раньше в Лондоне на российские золотые слитки наносили специальный штамп, который подтверждал факт соответствия нашего золота пробе. И только после этого российское золото допускалось на международный рынок. С марта месяца российские экспортеры перестали поставлять золото на традиционные западные рынки. Крупнейшим экспортером нашего золота была Великобритания с долей свыше 90% от суммарных продаж российского золота за рубеж. Теперь британцы лишили себя надежного поставщика драгоценного металла. Американский госсекретарь Энтони Блинкен подсчитал, что из-за отказа странами большой семерки от покупки российского золота Россия потеряет порядка 19 миллиардов долларов в виде доходов от экспорта. Однако это станет возможным лишь при условии полного отказа всех стран мира от покупки российского золота. Едва ли кто-либо сможет поверить в то, что это произойдет? А если таковые найдутся, то в примеры можно привезти и российскую нефть, от покупки которой Запад тоже отказался. Отдельно отмечу, что с марта месяца после фактически состоявшегося запрета на поставку российского золота в западные страны наш драгоценный металл стал активно покупать Банк России. Государство приняло решение, что большая часть добытого в стране золота, а это более 300 тонн в год, теперь будет отправляться в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней, а также в Фонд национального благосостояния для формирования резервов. И это правильный шаг. С учетом текущих высоких цен на нефть, газ и уголь, удобрения, продовольствия и оружия, России нет резона поставлять золото в другие страны. Наши резко выросшие сырьевые доходы и рекордные профициты от внешней торговли вполне позволяют хранить золото у себя. Доля золота в международных резервах России составляет лишь 22%, тогда как в странах большой семерки доля золота в среднем превышает 70% резервов. Наши западные партнеры не хранят свои резервы в долларах и евро, а предпочитают накапливать сбережения в золоте. Теперь сделать это им будет сложнее с учетом принятых ограничений.